всем привет еще ребят добро пожаловать всем приятного просмотра продолжаем проходить отличную игру под названием соума продолжаем приключение в этой замечательной ребята игре ну что ребят вот вы добрались в конце предыдущей серии до станции мы видим о микрон и вот тут мы должны по идее будем найти вот какой-то прямо мощнецкий мощнецкий ну-ка водолазный костюм а даже на энерго по моему ребят называется энерго костюм попробуем найти в этом помещении данный костюмчик видим здесь всякие ужасные события похоже без нас происходили всем оторвали ребята головы поэтому не можем не можем как бы вот прочитать мысли этих либо людей либо вот уже вот не совсем как может быть людей хотя нет тут что человек мы видим просто могут попасться еще дальше не только люди а уже как бы такие роботом как мы грубо говоря вот вот ну тут весь пока только люди и вот всем оторвало голову замечательно ребят поехали поищем костюмчик думаю все будет опять-таки замечательно тут можно пойти а что здесь ну-ка блок сдерживания f3 здесь тут тоже можно пройти очень интересно мужики вот мы тут мы видим пока совершенно ничего не функционирует и мы поэтому не можем куда-либо дальше опять-таки здесь пройти на зору поехали тут пока делать опять совершенно нам нечего будем чувствовать атмосферу что же здесь такое может твориться было вздерживание ф1 это надо прекратить какой-то товарищ им сказал это надо прекратить ничего прекратим когда будет нужно тогда обязательно прекратим видите пока тоже тут ничего не нажимается комната погружение и медицинский отсек поехали хотя да показе мы же могли еще и туда поехать что вот тут тут секунду там точнее а заперты замерты там тоже главный вход ничего не прочитать никаких мыслей какой ужас так ребята вот мы уже добрались вот по месту где уже можем можем по идее вот вставить наш помни инструмент давайте попробуем добрались мы до микрона да это микрон все такое простое такое ограниченное надеюсь не потому что у меня инструмент разваливается возможно так надо найти вам энергокостюм чтобы нас не раздавил в толщиной газировки думаете мы найдем такое в которой я влезу я ведь как бы уже в костюме и меня это беспокоит вы помните как вас переместили звонку веры торонт в общем сюда как я мог забыть в общем это сделаем еще раз хотите послать меня в будущее да нет же балдавы я хочу переместить ваше разум новое тело что слушайте мы уже знаем как это делать фактически обычное дело необычное к нифига оно необычное должен быть еще какой-нибудь способ спуститься только дамбот над этим мог выдерживать такое давление и вы видели что случилось так придумайте что-нибудь саймон прошу вас не надо так быстро переключаться подыграйте пока найдем что-нибудь еще отлично а если нет ничего не обещаю спасибо саймон осмотрите комнату в ней должны хранить энерго костюмы если они еще остались ну что давайте осмотрим все включили здесь мы можем похоже найти тот самый энерго костюм вот я нашел энерго костюм внутри мертвая женщина ну вроде как женщина как и у тела в пристройке головы у нее нет гербер а тут хербер интересно так хорошо давайте-ка вот попробуем тут кое-что загрузить вот именно здесь активирует терминал активируем затрудничка почитайте материал не лучшего качества но списывать еще раз помните что мы нашли на 3 костюм который вы носите это по сути энцефала чип от которого работают на встроенных аккумуляторах несколько литров структурного гель и ваша мертвая коллега эмоджин ритт именно если подумать нам невероятно повезло мы нашли костюм в котором уже есть мертвое тело пожалуй вы правы а как насчет него чего вы решили что он подыграет это же не магия это алгоритмы заданный шагу не не сможет нас отвергнуть даже если бы вы мог этого хотите все же не радует меня этот план как-то неправильно прошу вас я не могу сдаться мне нужно запустить ковчег значит нам нужен энцефала чип структурный гель и набор аккумулятор да тот еще списочек спасибо я буду здесь если вы не против я вернусь ну что ребят вот ведь получили мы всякие задания то бишь ну задание найти различные вещи давайте вот в этом месте где-то тут попробуем все эти вещи опять-таки раздобыть видим склад тут мы ребята ничего не найдем кроме всяких других совершенно ненужных нам по идее вещей и вот а где же искать нужные вещи ну-ка пока никого не появляется здесь в этом месте пока никого ребят тут не появляется мы можем в этом месте вот именно снять уже блокировку как-то да 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 видишь эти ужасные обращайте внимание ребят на экран пуша я могу сразу не заметить вот в такие моменты может появляться именно надпись на экране то бишь тут с нами кто-то с нами хочет связаться вот и поэтому на экране тут могут появляться различные надписи обращайте внимание если что эти опять-таки интересно вот видите вручную снимаем блокировку со среднего уровня хотя может принципе с нижнего но нет ниже по мне можем не там находимся ведь хотя что ведь все-таки можно можно даже снять с нижнего отсюда но то ли мы все-таки снимаем с нижнего очень интересно в общем давайте поглядим где же мы тут с ними блокировку снимается на вот таким если что способом нажимаем в общем нам нужно соединить все эти штуки одной линии и там мешают может а вы видели здесь что-то было написано возможно сразу не заметил не успел прочитать то бишь вот ведь отмена отмена блокирования но где мы все-таки сняли только точно мы сняли блокировками на среднем уровне лаборатория тут предвидел совершенно ничего но вот можно мы тут послушать записи что все-таки есть кое-что поделать вот записи есть это не то к чему захочешь привыкать это смешно это очень смешно джулия что такое я такая прозрачная что нужно или может друзья думаете альфа существует а что почему вы спрашиваете мне кажется роз пытается что-то сказать о станции альфа он хочет чтобы я спустилась в бездну и нашла ее безумие да вы же там были я подумала вы сможете меня образумить провели у меня нет прав чтобы я не могу об этом говорить что что случилось все да все видите какие-то там такие звуки интересные были потом еще и звуки какие-то что-то то ли кастрюли поварешки там что-то не знаю в общем так значит кое-что ребят мы тут можем вот видите услышать да пятки можем уже больше себя более подробно уже как-то рассмотреть ну-ка приблизились еще раз напомню ребят что у нас тело женщины по-моему рид фамилия ее так тут что главный вход вот это уже выше нужно подниматься да по-моему все правильно вот пока рановато все таки не пойдем рановато тут вот вниз ну а сперва вниз как я уже говорил все таки вниз пойдем потом уже повыше и еще повыше фонарик по-прежнему туда отлично прямо работает вот но вроде бы нет видите все таки что да вот тут открылась что-то вот хотя и было открыто уже было открыто но вот внимание вот тут по-прежнему заперто хорошо давайте блокирование хорошо вот нижний уровень вот вручную вот нормально все тут без всяких всяких прибамбасов мы смогли снять блокировку вот именно с этой дверьки давайте в нее зайдем что это здесь такое видите в тоже вот южный холл f3 возможно тут мы что-то найдем уже именно для себя полезное цех восстановления роботов да вот мы именно тут мы найдем энцефала чип вот что еще можно помимо этого чипа тут опять богатся фонарик классно прям очень фантастически найти любопытное вот ну похоже больше вроде бы нечего всякие штуки дрюки поехали вот каким образом этот чип достается секундочку вот можем сделать связь послушать секундочку вот он робот заработал там что ли мотор везде заработал у него оптика вот видите все он там прямо здесь шевелится вращается но нам нужно достать энцефала чип то бишь вот нужно вот поэтому вот так сюда как бы пытаться все линии направить это уже исчезло каким образом да мы включали опять-то видим нажалось как-то каким образом вот таким ребята тут закрываем хотя нет не тут закрываем что вот здесь вот перенаправляем вот вот и все видите достался энцефала чип мы его как бы извлекли вот с помощью вот этих как бы линий направили и вот он чип вот такой уникальный тут править и все вместе как бы возможно это оптика и сам чип еще что-то в общем нашли нашли ребята поздравляю вот больше тут на первом этаже да мужики на первом этаже вот что-то такое там сказал мужик не особо расслышал внимание да все ведь опять там что-то такое в общем ребят вас ожидайте тут еще довольно таки много будет таких ситуаций очень интересных в общем ужастиков в плане так что готовьтесь опять таки не забывайте про лайк под видео и особенно ребят не забывать опять таки про помощь каналу в плане доната мне это и вам в принципе если вы хотите дальше смотреть очень нужно поэтому ребят кто может помочь вот помогайте ну что опять таки причерпну именно с вашей помощью стримы до сих пор и продолжаются чистое помещение вот что же мы тут можем найти ребята внимание какие ужасы происходит фантастические какие-то кошмары вот тут похоже разрабатывался тот самый гель как он называется гель-то не помню уже структурный гель вот что происходит видите вот прошло 2 минуты или 2 секунды уже 3 часа там 16 минут вот уже видите что получилось там и так далее и так далее ребята что из него получается потрясающе сопротивление функциональность патология прогресс химический анализ результаты вот что нам надо ребята гель тот самый структурный открыть нельзя требовать ремонт неисправность системного чипа а вот и он взяли мы его вот лучше с его починим зальем тем самым гелем структурным так заливаем заливаем отлично вот принципе и все можно забирать так можно забирать отличный мужик какими руками мы задвигаем не знаю ребята в общем забрали уже отсюда спокойненько достаем тот самый гель мы-то взяли как же чип а не гель не взяли чип тут уже не закрывается вот так вот в принципе и все нормальная вещь отличная музыка НИУ НИУ ребятки здорово можем еще тут поэкспериментировать с мышей потому что там было написано про мышей кто вот почитал тоже очень интересно в принципе чтобы с помощью этого геля можно даже оживлять мертвых животных секундочку и вот сейчас мы на мышь направим на такую роботизированную мышь роботизированную вот ведь она там валяется вроде как мертвая можем залить и мышка скоро как говорится оживет там писалось про всякие опыты что вот оживили мышь мертвую посадили ее к живой и через какое-то время в общем мы мертвы ну то есть оживленная мышь убила настоящего в живую особые признаки жизни там не подавала просто какие-то всякие вот ну в общем механика только что-то вроде того да видите вроде живая говорит мужик наш саймон что-то вроде того ну я ничего здесь нельзя сделать мне потрогать там не чуть-чуть ну это как мышь может крыса все-таки а не мышь уже судя по размерам вот ну вот ребята самое главное что мы нашли в этом месте структурный гель поздравляю все больше тут делать нечего главный вход и вот тут мы уже попробуем найти ммм аккумулятор ребят аккумулятор ну-ка-ну-ка внимание так-так-так эти микро медицинские исследования учреждения исследовательские учреждения продвинутая марикультура дом для глубокроводного подъемника наслаждайтесь пребыванием так ммм вот тут еще видите две дверьки вот нам туда а что же здесь а вот тут видите ребята вот такие все тоже мертвые и опять-таки без голов и 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 более подробные сведения мы уже тут не узнаем тут никак не выйти все вот больше тут тоже делать нечего ребята поехали в генераторную внимание тут уже не нужно а нет нужно нужно снимать блокировочку давай погоди 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 верхний уровень вручную все снялось здесь здорово сперва сюда пойдем тут тоже можно кое-что может быть не особо любопытное но найти всякие записи тут столовая мы видели по названию данного помещения мужик тоже какой-то тоже без головы видите валяется и тоже ничего никаких сведений так чтобы вот подобраться к компьютеру тут нужно вот запрыгнуть мужик пять баллов у меня раньше запрыгнулось но увидим со стула надо вот так залезли присели вот уже воспользовались воспользовались мужик компьютером тут весьма послушать три аудиозаписи не дошедший отчет Йохан Рус найден мертвого на подъемнике команда ковчега спустилась пару дней назад но я не думаю что она причастна к его смерти управлять подъемником из бездны нельзя подъем был запланирован заранее когда подъемник вернулся на нем был только мертвый Йохан Рус со станции Альфа команды ковчега не было Кэмерон Эймс Ланский все изучают запертое тело я расскажу что им станет известно как это Денен де Эст или еще как то в общем Нил становится все агрессивнее доводит все системы до предела забавно что именно покойный доктор Йохан Рус мог бы ответить почему именно Нил так бурно реагирует на его смерть в конце концов Нил не должно ничего хотеть и уж тем более горевать о смерти людей перегрузки системы заметно влияют на персонал головные боли, бессонница, повышенный стресс и похоже что ситуация ухудшается советовал бы кстати если разберетесь Дель Андерес все вышло из под контролем персонал еле держится половина ходит с кровью из носа а другая половина вытирает кровь с глаз чтобы не заливало это явно как-то связано с тем что Нил пытается освободить Росса не удивлюсь если тело само встанет и уйдет Релли Херберд наш диспетчер ходит повсюду и задает лишние вопросы она говорит что спустится в бездну за Альфой я все не решусь ее остановить ооо это тоже похоже вот она сидит здесь прямо ДНДС или как ее там зовут тоже напал на нее кто-то ну возможно опять-таки Нил там и вот все убил ее заправить мы не можем невозможно установить связь сообщение не отправлено окей документики тоже вот видите ребят можем почитать то есть вы можете почитать если вам интересно о чем тут вообще написано написано очень тут интересные всякие вещи вот карфаген тоже ну видимо группа состав карфагена вот три человека в том числе Марк Сарангтон опять-таки тот самый изображение ну кто такая фиг знает может быть это Катерина может быть это вот это вот может еще кто-то все ребят больше тут особо любопытного мы ничего по идее ну опять-таки можем подлечиться но не надо нам и так хорошо почему бы на встрече не обсудить встречу неплохо-неплохо неплохо мужики вот уже хорошо тут кое-что послушали вот давайте уже в ту самую генераторную вот и она чтобы уже именно тут да именно тут ребят найти аккумулятор аккумулятор так внимание а что вот здесь склад тут склад но тут тоже опять-таки мы ничего любопытного не найдем просто что-то увидим ну посмотрели ушли великолепно видим люк в него не попасть тоже мужик уникальный такой прям видите но вот тоже его никак не обыскать там ничего что-то такое ну уже присели потому что там кто-то есть вроде бы тут вот да пусты ничего нету можете тоже ребят почитать об этом аккумуляторе он называется ведь энергодруг с3 хаймасу производства отлично закрываем чирик чирик и аккуратно ползем дальше вот 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 я вот тут иду прошел аккуратненько хорошо вот 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 это возможно уже может видеть свет кажется точно не помню вроде бы может уже увидеть пока не будем включать чтобы ничего ужаса не произошло может боком так бочком бочком пролезть аккуратненько вот ну по-моему все-таки лучше ее отпугнуть сперва потом уже лезть сюда да хотя вроде бы можно так и не сделать ну-ка погоди эта тварь когда себя безвучно упало не двигается как что-то вроде не слышит вроде не слышит да ну в общем все понятно как я в принципе и говорил сперва она будет стоять на месте пока мы не возьмем этот аккумулятор вроде бы хотя у меня она вроде двигалась плохо очень плохо получай пошла все-таки пошла за нами и она даже может бежать ребят все что побежала прям за нами уже здесь то ли видит нас то ли не видит то ли видит нас то ли не видит хотя бы хотя мы это не задевали мы это не задевали мы это не задевали ладненько как говорим как говорится как говорится ты сама виновата вот так вот и уносим ноги тут тоже могут быть всякие ситуации интересные появлялись 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 сохранения вот нам куда нам вот куда какой ужас и и и и и и и и и да давайте давайте начинать давайте начинать так и будет озвучка ничего пока ждем хорошо хорошо положите уже по-моему у меня вот данная озвучка вопроса подошел и она вот тут была и пока постоял я залит положите положите сейчас ничего не было так хорошо вот так положили безумно не бойтесь работает и зальемся это дело гелен гляньте чтобы все было вместе чтобы гель соединял все части так попробуйте еще раз активировать давайте попробуем поверить не могу что мы это делаем все хорошо так почему бы вас костом не включить я думала об этом если бы вы отказались и пошли бы без меня я иначе не могу саймон это важно я должна запустить ковчег вы правда это сделали с меня и летел да если хотите остаться здесь я не буду мешать я не хочу указывать вам что делать а это будет как раньше закрою глаза и потом и снова откройте ладно давайте спасибо саймон сядьте на место пилоты может потребоваться загрузка может потребоваться загрузочка но сперва вы видите мы не можем сесть потому что вот тут надо кое-что сделать будет озвучка подождем либо она появляется когда нажимаем нам надо обмотать активность с вашего текущего чипа пропустить через усилитель залить в новый чип и убедиться что все синхронизировано давайте половину не понял вам и не надо понимать вы главное помогайте давайте сейчас синхронизируем так чистота внимание вот так это все теперь можете залезть на место пилота уже у меня все под контролем так что прошу вас садитесь пропустить вот так все все можно снять на фотографии на самую дорогую фотокамеру в мире знаете индейцы думали что фотографии изобирают их душ в данном случае они правы что это был почему он еще говорил кэтрин почему он еще говорил что вы возьмете мой разум и пересадите его в другое тело как пересадка мозга вы хоть понимаете какой это бред но как мне еще на это реагировать вы отвратительны что с ним будет а потом что проснется в этом долбаном кошмаре совсем один так жесток что если ему не нужно будет просыпаться вы бы смогли я не знаю может быть вот я все для вас настроила если хотите разрядить его батарею нажмите выключать или он умрет за минуту а мне бы пора отключиться ну что я зависит у нас такой тут выбор что вот либо этого мужика тоже как бы нас в принципе предыдущего нас убить либо не убивать вот и мы в принципе тоже как бы копия мы уже версия 2 как вот эта версия 1 саймон потрясающая потрясающего здесь выбор выполнить разрядить батареи за перегон что написано как раньше без пробела вот но честно говоря я его оставлял паша по-моему так иначе это ничего будет ребят на концовочку в лет не будет по моему опять таки вроде я вот забыть проверить себя проверить сколько вообще концовок у сумма но вроде все таки одна концовка там кажись вот не будем пускай мужик здесь тоже своей жизнью будет жить проснется может быть попозже создаст свою вообще как говорится империю там или республику роботов в этом месте в общем не будем убивать и поехали дальше да кстати ребят я тут уже вспомнил аналогия вот кто не смотрел ребята рекомендую посмотреть фильм с товарищем шварценеггером под названием шестой день там в принципе тоже тематика вот что разум делали как бы клонов и вот там тоже мужик себя как бы сделал и вот решил тоже нам убить потом себя извините за небольшой спойлер вот мы не будем как тот мужик действовать пускай это тоже живет но поехали вроде бы ничего не забыли там сделать нормалевич фонарик работает звуки прикольные атмосферу игре очень даже здорово сделано прикольно вот мы пытаемся попасть на тот самый ну-ка подъемник можем сюда пойти можем и туда пойти но скоро пойдем сюда и вот увидим чтобы заранее не упасть вот видите тут нету ничего кто-то полезет вниз тот потом навернется и уже умрет мы пойдем вот сюда отличное океанское дно то есть еще не дно но вот просто океан океан и мы находимся очень даже глубоко в этом океане отличная музыка потрясающе ребята приключения продолжаются тот самый подъемник замечательно давайте подключим вы закончили? да включите подъемник пожалуйста конечно включите подъемник видите можем выбрать сколько пассажиров сколько то бишь куда ехать или просто стоять на месте видите можем подъем можем спуск нам именно спуск нужен ну что ребят вот мы тут все включили все здорово и вот давайте уже попробуем дернуть рычажок отлично заработало можно сесть тут по-прежнему написано один хорошо поехали можно почитать пока едем а заодно и послушать давайте у меня ведь повезло да что я очнулся в правильном теле он избыточная копия он никогда не получит весь мой опыт он его не поймет или как бы он понял но я бы не смог и вы это знали вы были правы что скрывали его жаль только что у вас не получилось считая судьбой в орленку сыграл не угадал бы гнил бы сейчас на омикроне ведь заранее не узнаешь да вы же не гарантировали что сайма начнется именно в том теле да да и как бы вы узнали он бы вполне мог считать себя правильным саймом боже ужасно это же полный бред а вы бы и поверили да ну а как бы вы поняли что это не я не настоящий а не тот который всегда был ну скажите что-нибудь мне и думать не хочется пожалуйста я не знаю что сказать я не хочу вас расстраивать хоть что-нибудь когда я была маленькой то часто поднималась по ступенькам до самого верха здания я до сих пор помню с какой силой надо было упираться рукой чтобы открыть тяжелую стальную дверь когда я впервые осмелилась туда зайти я вышла на крышу и смотрела как над тайбэем поднимается и оседается лук я встала на угловой уступ и там знаете был такой теплый ветер шевелил мне волосы солнце садилось на улице наползала тень от высоких зданий толпа внизу струилась как краска из-под кисти художника солодков торговцев воздух наполнялся запахами всей моей любимой еды я на какое-то время почувствовала небывалое единение со всем миром никогда еще и не испытывала такого сильного чувства внутреннего комфорта потом это чувство ослабло но я еще много раз поднималась на крышу я не религиозна но понимаю зачем людям религия осознание своего существования сильно вдохновляет пусть и не всегда и вы по-прежнему чувствуете тот восторг даже сейчас сейчас все иначе но мы еще живы а какой смысл продолжать все пропало все оставшиеся люди цифровые копии в компьютерах на дне океана мы никогда не сможем отстроить свой мир заново вас правда так печалит нынешний облик или вы горюете о человеке который пошел на сканирование сто лет назад и то и то наверное там в Торонто даже в худшем случае я мог предсказать что будет плюс никто не лишал меня прошлого а тут как с корнем вырвали я ничего здесь не узнаю нет никаких воспоминаний даже если мы дойдем до ковчега что от этого изменится я так и останусь один ни друзей ни семей вы можете завести новых друзей всем интересно будет узнать путешественника во времени а если нет у вас есть опа у вас есть видите что тут случилось похоже что случилось что случилось что случилось что случилось давайте проверим что случилось так а вот что видите предохранитель похоже вылетел Электричество на секунду отключилось Наверное, это наружное давление Оно очень сильно, костюм прямо на пределе Не волнуйтесь, он должен выдержать Успокоили Он выдержит Вот видите, ребята, что там происходит-то За бортом, как говорится, всякие плавают медузы И щучки, рыбы фантастические Вот это-то, да, неправда ли Потрясающе Поехали дальше А когда у вас питания нет, время останавливается? Время, скажем так, становится неотвольно А в чем разница? Я не чувствую, будто меня что-то замедлеет И размышлять о пропущенном времени тоже не могу Времени просто нет Как будто спишь, но не видишь снов? Да, но обычно ты знаешь, где уснешь И просыпаешься, как правило, там же Есть определенная непрерывность восприятия А то, что у меня это, скорее, какой-то момент Бесконечно стремящийся к завершению По описанию, как кино на живую монтируют Видимо, да Звучит, наверное, интересно, но на самом деле это очень утомляет Тяжело Могло быть и хуже Я могла застрять во времени в теле из черной жижи Куда уж хуже Куда уж хуже, ребят Уже глубина 3000 метров Что такое? Что такое, ребят? Ух ты, смотри, как кто здесь Ты смог Ты смог Ты смог Я все приготовил Дичь, какой мужик Сказал фразу, которую любят, возможно, говорить доктора Маньяки всякие Я все приготовил Так или иначе, ребята, мы смогли Вы очнулись Что-то случилось Что-то упало на клетку Вас вырубило Она со мной говорила Как будто человека В рождении Нив Посмотрела на вас секунду А потом бросилась прямо в бездну Она сказала Приготовлен Что-то мне это не нравится Очень странное существо Хорошо, что не убила Да, полностью согласен Полностью согласен Уже 4000 Кажется, скоро уже дно океана Хорошо, а то подъемник уже на пределе Так, это сектор Омега Примерно полгектара глубокого дна Занятых Патосом-2 Я думала, до Тау Нам еще надо будет дойти пешком Вы здесь раньше не были? Была, но в другом виде А здесь была другая, а вы Так мы по вашим следам идем, Катя Только ног теперь нет А вы ведь вполне еще можете быть где-то тут Не, напоминайте Даже думать жутко Ну все, теперь на Тау И найдем Ковчег Ну что же, хорошо, давайте возьмем Инструмент Отличненько Так-так-так Добро, ребят, пожаловать Вот видите, здесь даже просто фантастика То ли текстура прогружается То ли еще что-то В общем, ужас в плане ФПС Вот здесь, видите, все нормально Вот сюда дойдем Уже ужасно Потрясающе В общем, как вы слышали Похоже, он такой небольшой комплекс Омега Еще придется до этого Тау И еще куда-то там идти Довольно-таки долго, возможно Тау Отвечайте, Тау Ответьте, пожалуйста Ничего Глухо Идем дальше Попробуем следующий Ничего Ладно Сильные течения ожидаются Великолепно Скоро мы их увидим Так, синие огни Красные к подъемнику Синие к Тау Здорово Включили эти самые огни Чтобы уже можно было ориентироваться Куда же нам все-таки идти Потому что так мы в ту сторону смотрим Синие А вот так ведь обратно к подъемнику красные Получается Отличненько Смотри, что тут такое Ужасное такое создание Кстати, по-моему, мы уже о нем могли прочитать раньше Либо вот сейчас вот почитаем про него Я уж точно не помню Вот видите, начались те самые сильные течения Давайте поспешим От фонарика к фонарику Вот здесь, по-моему, мы можем про него Вот этого товарища Почитать Вот тут всякая опись Видите, вот тот самый мужик Вот, который там плавал Сейчас мы видим Вот он Про него, ребята Тут вот и написано Статистика Пункт первый Горбатый кит Пункт второй Кальмарище Пункт третий Удильщик Ничего, видите, ошибочка Что-то такое здесь случилось Здорово, ребята Вот, куда дальше, ребята, спрашивается Можем уже пойти туда, правильно Но мы видим красные фонари Нам-то нужно к подъемнику А нам нужно именно к Тау Вот так дернули рычажочек, ребята И вот здесь Вот именно здесь, ребята, внимание Есть где-то дверька Видите, фонарики зеленые Вот, можем открыть Вот, и прямо по кабелю Вот идем дальше куда-то Поехали Прямо по кабелю По морскому дну Вот видим Синие Опять-таки Сигнальные Как бы что-ли огни Здорово Здорово бежим Главное, чтобы вот за нами Не увязался этот товарищ Можем даже не только бежать А можем еще и вот видите Прыгать Очень даже неплохо причем Сильнейшее течение Сильнейшее течение Видим тоже всякие сигнальные огни Куда же, говорится, дать, что надо идти Зелененькие штуки Вот лучше все-таки сюда сперва Вот зашли Тут что-то такое Вот здесь уже кто-то рядом плавает Уже кто-то рядом есть По-моему, там всякие тоже вот эти удильщики Еще кто-то, в общем, пираники какие-то Ну, боководные Поэтому лучше на месте не стоять Иначе нас тут могут покусать Движемся дальше Вот уже видим вдалеке Красные уже фонари У нас, наверное, лучше сюда Потому что безопасное местечко небольшое Давай уже, может, как-то залезай здесь В чем проблема? Очень сильное течение Очень Сильнейшее прям течение, ребята Ничего, мы справимся Особенно, опять-таки, ребята С вашей поддержкой в плане донатов Все будет здорово Видите, сзади вот там рыбы, видите, плавают Рыбы нехорошие Не будем их заставлять ждать Вот мы, ребята, добрались Мы, по-моему, видели там на схеме Вот тот самый тоже райончик этот Был обозначен Потому что тут мы найдем Хорошего робота Который нам поможет Ну, как, покажет нам путь Где же все-таки Тау Так, тут ничего не работает Все здорово Вот он, робот К нему, по-моему, прицеплен груз Какой-то там В общем, надо его отцепить Как я понимаю И вот Когда уже Либо просто, может, мы питание подали на него В общем, выходим Вот тут видно, что включилось что-то такое Статус по-английски уже здесь написано Даже вот такие дела Нельзя трогать Опасно Вот Управление Погоди-ка Мы будем залезать сюда Или как вообще Вот, залезли Видите, робот Похоже, мы его отсоединили Вроде бы А может, он уже был отсоединен Вот, управление Погоди-ка Еще не надо Вот Назад Назад Статус Невозможно Хорошо Вот нам нужно На Тау, ребята Вот мы загружаем Победого робота Чтобы он нам показал Путь На Тау Нормально Вот ведь он поехал С этим освещением Здорово И мы идем прямо за ним Проблем пока особо, ребята У нас Да Никаких Видите, робот с нами немножко общается Там как будто нас зовет Мол, давай там мужик за мной Поспеши Да Тут опасно Поспеши Вот задерживаться нельзя Иначе все едят сразу Я тут уже давно живу Но вот меня никто пока не съел Потому что я очень быстро Тут плаваю Так что тебе давай тоже поспеши Ну-ка, идем за ним Аккуратненько По дну морскому Интересно Вот на самом деле Такие могут быть течения Под воды Такие-то прям мощнецкие И вот видите Вот там что-то А вот сбоку Вот там кто-то Сбоку кто-то Особо не смотрим на него И вот видите Съел тот самый Тот самый Кальмарище огромный Съел Или еще кто-то Может быть не кальмарище Может еще кто-то В общем съел И нам надо вот сюда Быстрее Виктор Поспешим Вот здорово Фонарики работают Поехали Все-таки Все ребята роботы съели Мы остались без Как бы что-то Путеводной звезды На этом морском дне Вот давайте вот сюда По вот этим возможностям Я честно не понимаю Как тут ориентироваться То ли вот по этим Синим каким-то квадратикам То ли вот все-таки По этим зеленым фонарям Ну как бы не фонарям Вот этим как называется Фосфорицированным Хотя даже как бы не палка Видите То ли шприц вообще-то Еще что-то Какие-то очень уникальные вещи Ну Судя по лойке Она держась просто Левой стороны Потому что мы же там Шли правильно Вот Поэтому так и идем По идее Это даже может быть И всяких Но это просто освещать Чтобы мы видели Куда вообще идти Возможно Чтобы было больше Тут освещения Хоть фонарик тоже Немножечко освещает Но все-таки так получше Я считаю Лучше видно И вот эти вышли Видим вдалеке Тоже всякие огни Видим кабель Может по которому Тоже нужно идти Но мы все-таки Стараемся туда Оо Двести кто здесь Ох ты Ох ты Мужики Такого нам тут Точно не надо Такого-то Прям огромного И круглого Вот А куда дальше Вот туда вот Ходи Вот туда дальше Вот тут Видите еще Этот товарищ Тоже появляется Возможно Нас направляет Шумал Ты правильно Идешь Мужик Молодец Мы скоро С тобой Увидимся Отлично Прям плывем Здесь И бежим И летим Все здорово Вид надеюсь Ребята вам Как и мне И вот нам уже Вот туда Мы видим Да Давайте попробуем Потрясающе Приключение продолжается Внимание Не забывайте Про лайк под видео Ребята Если не можете Помочь Донатам Ну хоть Лайк Поставьте Так Ай-яй-яй И вот Нашли Ребят Нашли Отличненько Нашли Добрались Докуда же Мы Ребят Добрались То ли До Тау То ли Еще Куда-то Жмем Сзади Пока Никого Вроде бы Отлично Заходим Фантастическая Музыка Правда Прекрасная Музыка Прям Замечательная Успокаивающая Так Замечательная Ребята Замечательная Пять баллов Разработчикам Этой игры За фонарь Кашель Не поставил бы Пять баллов Просто ужас Какой Что Так Что 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 Звуки отличные, музыка хорошая В общем, очень натуральная атмосфера Прогрузилась Сейчас, возможно, мы увидим сохранение Попозже продолжим Как же приятно быть внутри Найдем ковчег Найдем ковчег Будет сохранение Пока вроде ничего, странно Может быть, я не заметил Или еще что-то Добро пожаловать на ТАУ На ТАУ Ребята, вы в порядке? Что тут случилось? У нас давно закончилась настоящая еда Люди болеют Связи нет месяцами Так они реально думают, что вы тут уже подохли На микроне говорят, что эвакуация не удалась Господи Господи Слушай, сынок У нас тут важное задание Сынок Ты должен помочь нам с космической пушкой Омега Когда все закончится, мы сможем вернуться на плату Но сейчас надо идти Конечно Отправляйтесь на место Мы отключили переднюю секцию, чтобы сохранить энергию Это сынок говорит Ладно, до скорого А это папаша Потрясающе Ребята, в общем, вот услышали Кое-что здесь Услышали Так Статус костюма Такие есть статусы, ребята Журнал доступа Кто к нему Или имел доступ Отслеживание Великолепно, ребятки Назад Здорово Вот он заперто все Ну что ж Будет он сохранить его в этом месте или как Вот, ведь появилось До этого, конечно Поговорили Все рассказали Прокомментировали Постарались Ну, похоже, без толку Так Так что пока будем просто бродить А вы будете просто чувствовать Атмосферу, ребята Атмосферу и ужас Который сейчас будет в этом месте Лучше пока выключить Нормаль, герой Что такое Атмосферу Атмосферу Смотрите, кто же за дверью Коротко Вот эти суки Они, по-моему, уже нас могут видеть Да, видите, он уже увидел Поехали Эх, неплохо Поехали 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 Правильно Таким образом, ребята Проходят в данный момент Там может быть Там можно было найти один компьютер Там хоть что-то почитать Но особо тоже ничего любопытного Все Быстрее уходим отсюда Особо тоже не задерживаемся Закрыли, сгерметизировали Можно спускаться Немножечко упали Тут резина сломана Нормалек Вот таким, ребята, образом Мы проходим Вот эту вот Станцию Тау Ну Небольшой ее Об отсек Что здесь Перегача Так Нигде ничего не получится Получится только А, вообще нигде ничего не получится Хотя странно Погоди-ка Интересненько Нет Тут-то правильно Все нормально Вот можем открыть Лазарет Без персонала Открыли Нужен код Мы как бы не знаем Правильно Подсказал Подсказал Возможно Самый не Опять-таки Какой же тут код 2768 Открылась Пушка Внимание Да, тут уже нормально Тот самый Йохан Рус Который уже упоминался Мы Вот именно его комнату Открыли Сейчас Вот И вот тут Можем кое-что Тоже Увидеть Почитать И так далее Вот его именно Дневничок Ребята Что там вообще Случалось здесь Что было Читайте Записи Шаблон Прекратил Развиваться НИУ Смогло Найти Равновесие Я убедил Инженера Волчек Отключить Все внешние Системы Контроля Сделав НИУ Нашим Фактическим Сторожем Пока что Оно превосходит Все ожидания С тех пор Как Несколько дней Назад 12 января Упала Комета НИУ Перешло В режим Низкого Энергопотребления Оно Не прекратило Свою работу Оно Следит за климатом И жизнеобеспечением Но Упрощает Шаблон И изменяет Его протокол Обеспечение НИУ Начало Разрастаться Теперь это Не только Центральная Камера По всему Патасу-2 Структурный Гель Прорывается Через Трубы И течет Из стен Ой, Патасу-2 Структурный Гель Прорывается Через Трубы И течет Из стен Я не знаю Зачем Это Нужно НИУ Но Полагаю Все правильно Оно пытается помочь Спасти своих Как того требует протокол Но до чего оно дойдет Где проведена черта Между человеком и машиной Ходячие трубы Еще люди А группа машин Считающих себя людьми Мы не можем доверить машине знания Понимание человеческой природы Надо прекратить проект НИУ Это возможно Мне лишь нужна помощь с Амикрона Послушали Сдежим на пыль Сдежим на пыль Здравия Сдежим на пыль Продолжение следует... Разве нельзя ему помочь? Нет. Успокоительные закончились. Был бы пистолет, пора было бы его достать. Не ожидал, что так все кончится. Надо было сесть на подъемник до омикрона. Без ковчега? Забудьте вы о ковчеге. Нет, не надо так говорить. Это единственное, что осталось ценного. Вы же знаете. Да, да. Не бросайте его. Когда-нибудь мы все умрем. Что тогда? Лучше хранить его до тех пор. Нельзя же, чтобы Нио его забрала и поглотила целиком. Простите, Кэтрин. Все нормально, Йен. Забудьте. Просто забудьте. Какой-то товарищ Йен. С нормы. Ну, уже свет ни к чему. Выключил. Так. Ну, больше, по-моему, нечего делать. Товарищ Йен. Написано что, да? Да нет, зачем? Такие тут. Что же мы нахрен наделали? Эй, постарайтесь об этом не думать. Всю свою жизнь. Я был хорошим человеком. Мы все запороли, Сара. Тише, тише. Надо было лететь. Рискнув. Еще есть время. Ивашкин говорит, можно снова попробовать, пока все уяжется. Что можно сделать, понимаете? Просто нужно. Черт. Вот же лазарет. Надо его остановить. Кого, мужик? Кого? Хоть стальзон. Пройди. Хорошо. Видите? Вы... Вы другой. Самое, что любопытное? Хороший костюм. Да. У меня такой же был. Я же вот там, вот мог связаться как-то с ней. Она бы ответила, что, мол, вы не человек, поэтому я не хочу с вами разговаривать. А, это было именно там вообще, на ТАУ. Видите? Располагайтесь. Тем более два робота, вот мы там просто не смогли, как бы... В общем, воспользоваться этим, как говорится, терминалом, либо компьютером, мы убежали оттуда побыстрее. Так что ладно, нормально. Все окей. Все окей. Это женщина. Кто это? Вы человек? Сара Линдол. Техника полезной нагрузки к вашим услугам. Редкое зрелище, да? Пожалуй, что. Вы первый живой человек за все время. Внизу нас немного осталось. Большинство наверху, на Плата. В смысле, на Омикроне? Да. На Омикроне живых нет. Вы там были? Я везде был. Тес на Эпсилоне. Развалены Лианды. Заброшенные Дельта, Тета. Вы были на Тете? От Патаса-2 мало что осталось. И из живых вам попалась только я? Я что, последний живой человек на Земле? Простите. Так кто вы? Саймон Джар. Работаете? Нигде. Я работал в книжном магазине в Торонто. Долго объясни. Так какого черта вы тут делаете? Я ищу ковчег. Зачем он вам? Как вы про него узнали? Слышал, это последняя надежда для людей. Еще как последняя. Так зачем он вам? Отнести к Пушкина Фио. Запустите его в космос. Так вы? Да, план такой и был. План такой и был. Вон он ковчег. Я охраняю ковчег с тех пор, как мы его вернули на Тау. Так и не смогла его бросить. Честно говоря, у меня нет сил спорить. И уж точно нет времени ждать, когда сюда придет еще кто-нибудь с разумом. Он ваш. Собирайте. Неплохо. Неплохо. Могу вам чем-то помочь? Что-нибудь сделать? Помочь. Вы можете меня убить. Ну, вы даете. Ну, вы даете. Хорошо, что вы зашли. Наконец-то все закончилось. Ну, вы даете. Поверить не могу. Я последняя. С ума сойти. Хм. Ну, ради бога. Мне тут скрывать нечего. Нечего. Если бы я знала, что вы придете, я бы тут прибралась. Угу. А я бы, причем, прибрался. Так. Ну, вот тут, видите, лазарет. Там тоже такое было написано. Там бы ответили нам. Но вот здесь, конечно, жить теперь уже некому. Потому что смысла нет. Мы же тут и находимся. Так. Тут все уже открыто. Фото. Кстати, похож мужик на актера. Забыл, как его зовут-то. Не помню точно. В общем, играл в казино «Рояль плохого товарища». Известный, в принципе, голливудский тоже актер. Так. Документы. Ошибка. Восстановить файлы? Да. Вот здесь документы появляются. Частично. Еда. Питание. Та самая, Сара. Биндок. Катерин Чун, видите. Великолепно. Вот. Ну что же. Ну что же, дорогая Сара. Так. Тут уже всякие фотки можно глянуть немножечко. Вот он, ковчег, да? Нормально. Все, взяли. По идее, можем уже уходить. Но все-таки выполним просьбу. Вы серьезно насчет убить? Нет. Лучше тут останусь. Буду ждать, пока сама не засохну. Саймон. Дерьмо. Такая жизнь. Дерьмо. Сама. Ты можешь меня отключать? Я так жить не хочу. Жить не хочу. Так. Внимание. Музарет. Мы отправляем ковчег в комнату погружения. Ну, погрузки лучше. Пока у нас там будет ждать. А мы вот тут все-таки будем решать. Отключать или не отключать. Что у нас тут делать? С этой женщиной. Да, мечтательно. Все-таки лиса. Разве мы не должны как-то сохранить вам жизнь? Смысл? Вы же последний человек. Закрывать на это глаза неуважение ко всей нашей истории. Да, у нас есть ковчег, но вы ведь настоящая. Спасибо. Пожалуй, лучший комплимент за всю мою жизнь. Но, если честно, ковчег это все, что у нас есть. Придется нам смириться. Понимаете? Не понимаю. Это неправильно. Саймон. Я хочу умереть. Подумайте об этом. Идите. Спасайте человечество. То, что от него осталось. Так, ладенько. Хотя, смотри, куда-то тут что? Нельзя открыть? Нельзя, безумно. Отключить. Вы можете побыть со мной? Конечно. Уже недолго осталось. Побудьте со мной. Пожалуйста. Что за безумная штука была? Жизнь. Ну, зато 30 мне не исполнится. Ура! Ура! Жаль, что умираю не дома с друзьями. А вы были в Гренландии? Там очень красиво. По крайней мере, если из города выехать. В Наноке народу много, да. Там миллионов 12 живут. Но место отличное. Точнее, было отличное. Пока комета не упала. Знаете что? Пусть лучше так. Мне нравился Баттес. Нравятся мои коллеги. Йен, Ник, Джаспер. Даже Кэтрин. Все считали ее странной из-за нелюдимости. Но она молодец. Сэймон, вы еще тут? Я тут, сэр. Не дайте ему умереть, хорошо? Отправьте их туда. К звездам. Ну вот, в принципе, и все. Как говорится, последний живой на земле человек тоже погиб. Черный ящик не активен. Небось узнала, как его отключать. Все, ребята, можно отсюда уходить. Успокойся с миром, Сара. Ну что, ребята, мы получили черный ящик. Ой. Получили мы ковчег. И вот надо бы, надо бы добраться до вот этой комнаты погружения. О, здесь я как-чет. Что-то случилось, а? Здесь что-то такое, по-моему, мигало. Никого. Тут никого, а тут, похоже, сломано, да. Ну ладно. Что-то. Ой, поличка. Ой. 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 Продолжение следует... 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 Вот видите, вот что написано. НИО. НИО. Лаборатория. Изоляция ядра. Это еще что? Сердце. Оно контролирует весь структурный гель на патосидро. Тебе надо лишь отравить отпечаток, и сердце, само того не желая, распространит яд по патосу-2. Убьет его. Вот видите. Саймон, запусти твою руку в сердце. Можно, видите, запустите руку в сердце, ребята, либо проигнорировать просьбу, проигнорировать... Начинай. Да, просьбу этого мужика какого-то непонятного, и спокойненько пойти дальше. Давайте покажем, что будет, если мы запустим руку. Попытаемся уничтожить НИО. Его отравим. Вот так, ребята, дозасовывались, называется. Да вот это. Откусил нам. Откусил руку. Как гушмар. Пожалуйста, я же сделал, что ты хотел! Ты молодец, Саймон, но тебе нельзя уходить. Единственный способ гарантировать смерть НИО, это уничтожить единственного, кто не восприимчив к новому шаблону. Не волнуйся, всё будет быстро. Всё будет быстро, и... И вот уже съел вот такой товарищ. Здорово, мужики. Ну что, ребят, мы уже видели, что будет, если мы запустим эту руку в это сердце, так называемое. Ужить вернее будем. Не будем. Не будем, мужик, мы не... Ничего никуда запускать. Могу. Могу и ухожу. Где? На старт. Вот такая, ребят, тут будет ситуация. Ну и та же самая сценка, в принципе. Должен сделать это, Саймон. Это важнее, но забоих. Видите, эта тварь тоже этого съела. Товарища. Здорово. Но у нас рука целая, на месте. Вот, в принципе, вся, ребята, разница в этом эпизоде. Давайте уже отсюда будем убегать. Ну-ка, ну-ка, видите, получили снова сохранение. А за нами же вот полезет та самая тварь. Кашалот, а что, не кашалот, а вот этот кальмарку двигаться. Ещё кто-то. Да, вот. Ну, видите, вот, там сзади вот он уже, видите, плывёт. Там нам показали. Плывёт уже. Быстрее уходим. Пока не началось. И вот снова, ребят, по этим фонарикам бежим. Да, это вот. Там сволочь летает, там где-то в этих пучинах морских. Видите, летает здесь. Отличненько. Мы не сдаёмся, но всё-таки, по-моему, мы немножечко неправильно сейчас бежим. А может быть, и правильно, я же точно не помню. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, мужик, видите, съел нас. Ничего. Мы робот, мы не боимся. Фак, видите, не перевели. Вот, так вот, ребята, фак. Нас потрепало. Вот, нам туда попричь, и синим, что ли, фонарики? Давай, может, ты будешь ползти? Или-или ползём. Сейчас вот пойдём налево, вот туда вот. Может, здесь подлечиться немножечко? Успеем? А мы сюда руку засунули. Так. Ну, здесь пещер никаких нет пока вот. Обозначенных зелёными огнями. Тут пока ничего, жалко. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая-то скотина, видите, плавает. Надо как-то вот от неё как-то вот здесь укрываться. Где фонари-то, мужик? Погоди. Не даёт, не даёт. Газина. Нам добраться вот до суда. До суда. Не даёт. Ай-яй-яй. Ай-яй. И мы снова, ребят, сейчас появимся увидим в том самом месте, откуда мы вот начинали только что. Всё, упали. Будем подниматься или как? Тут просто мы чё-то не видим. Здесь надо где-то спрятаться, а потом уже бежать. Я даже не могу добежать до тех именно мест, до куда я обычно добегал. Бужик. Давай уже как-то здесь. Видим уже дверечку, вот она. Да-да-да-да, конечно. Быстрее, вонуй. Давай. Открывай. Тем более, сбоку здесь нельзя будет сейчас залезть, как я помню. Можно? Хорошо. Залезли. Добрались, ребята, до станции Фи. Великолепно. Куда уже прибыл заранее вот наш ковчег? Чё-то я даже как-то странно не видел. Тут даже были, ребята, ещё пещеры, по идее, подземные, подводные, по которым можно было пройти, но... А, так не, мы уже шли до этого, но здесь тоже, по-моему, были пещеры вроде как. Обозначены тоже зелеными маркерами, но чё-то... Почему-то мы их тут не видели, странно. Может быть, дальше чё-то уже, может, перепутал чё-то, не знаю. В общем, так, иначе, ребят, добрались до станции Фи, всё здорово. Пару раз нас покусали. Пару раз мы сказали Фак. А, так, иначе. Видите, опять свет погас. Это же станция Фи, да? Надеюсь, что ковчег уцелел. А ты с кем он разговариваешь? Сам собой, чтобы не было скучно, возможно. Так, ну что, ребят, вот добрались мы до станции Фи. Тут особо больше смысла особого нет, куда заглядывать. Нам главное найти сперва вот ковчег, но сперва ещё более... Главнее, вот, сделайте это. Кэтрин, вы меня слышите? Слышу вас. Это Фи? Да, это... Что случилось с Тау? Много чего. Ну, теперь мы идём по графикам. Вы нашли ковчег? Нашёл, но по дороге потерялся, когда ехал на вагонетке на Фи, так что он должен быть где-то рядом. Отлично, идём к нему. Отлично. Отлично, Кэтрин тут всё, видите, включил освещение. Здорово. Через этот Омни-инструмент, если что, кто-то, может, не понимает. Хорошо, Фи работает. Как это произошло? Вот, Фи работает. Да, вот, кстати, нет, мы... Нужно немножечко, может, заглянуть куда-нибудь, потому что люди мы хромаем. Возможно, тут может где-то подлечиться. Вы узнали, что случилось с командой ковчега? Не совсем. Она почему-то не закончила запуск, и ковчег забрали на Тау. Надеюсь, с космической пушкой всё хорошо. Да, я её починить вряд ли сумею. Вот тут можно подлечиться. Вот так. Вот так подлечились мы, ребята. Ну-ка, и вот давайте уже поищем ковчег. Тут даже что-то такое написано, видите? Сухпайки уже на Тау. Если хотите есть, двигайте туда. Циолковский подпись. А тут написано Ковский. Что за переводы непонятные, какие-то странные? То ли тут неправильно, то ли здесь неправильно написано. Сухпайки. В общем, тут тоже особо где-то нечего. Прямо самый долгий день в моей жизни. Неужели прошёл всего день? Я не знаю. Для меня наш с вами поход просто мешанина событий. Ну а сколько времени? Какой день? 11 мая 1104 года. 3.30 утра. Но я не помню, когда мы начали. Так, тут можно, если что, немножечко почитать. Карта площадки вот именно здесь находится. Ковчег, он туда прибыл. Спутник загружается в снаряд. Снаряд ускоряется электромагнитами в стволе. Ковчег именно. Снаряд набирает скорость, достаточную для преодоления земной гравитации. Попробно начинаем. При выходе в космос, спутник сбрасывает в себя оболочку и раскрывается. Отлично. Маневровые двигатели выводят спутник на орбиту. Развертывание завершено. Великолепно, ребята. Тоннельный транспорт. Здорово. Ковчег, содержимое копчег. Требует ручной разгрузки. Попозже разгрузим деятельность. Кто тут работал? Великолепно. Журнал запуска. Орбитальный грузовой корабль. Хаймас, владелец. Запуск выполнено. Интересненько. Спутник для удаленного зондирования. Так, так, так. Спутник связи. Разведывательный спутник. Метеорологический спутник. Ну что ж, хорошо, ведь пушка Омега прекратила спустя 10 лет безупречной работы. Прекратила работу. Нашим планом смог помешать только... Да, апокалипсис. Хорошо. Замечательно, ребятки. Давайте же поищем, где же тут ковчег. Знаете, я сегодня проснулся в своей постели. Ведь это было сто лет назад. Звучит странно. Так и есть. Я проснулся в своей постели сто лет назад. Кто я? Кто я? Кто же я? Так, ну что же, вот... Сейчас мы кое-что увидим, возможно. Так, так, так. Тут пока делать нечего. Хотя можем уже кое-что делать, но пока не знаю. С ума сойти, где я оказался. Мало того, что в будущем, так еще и посреди океана. Я ничего не знаю об этом времени и о том, как выглядит мир. Ну, вы немного потеряли. Да, кометы-то все нормально было. А, непонятно. Да. Вы уже не перехваливаете. А то вдруг ковчег идти передумаю. Возьмем отсюда аккумулятор. И поставим вот сюда. А что вы сделаете, когда попадете в ковчег? Сразу же. Проверю безопасность ковчега, стабилизирую траекторию, активирую солнечные панели. Что вы будете делать, как человек? А. На облака смотреть. Это считается? Думаю, да. Думаю, да. А вот, ребята, и ковчег. Так, ковчег нашел. Отлично, Саймон. Теперь надо найти камеру сборки, чтобы вставить ковчег в снаряд. Кстати, вот тоже интересно, ну хотя, в принципе, ладно, пускай так будет. Потому что я сперва находил камеру сборки, а потом уже ковчег. Вот, но тут получилось ввести именно наоборот. Ну, ничего. Ничего, нормально, ребятки. Поехали. Да, поехали. Ну, можно прям сразу же взять еще и отсюда эту штуку? А здесь нельзя пока, да. Дешево. Бежим. Все кровавый след, ребят, не море. Нашли кого-то. Кажется, я нашел камеру сборки. Что видно? Там большая открытая гильза, готовая к загрузке. Отлично. Все готово для ковчега. Начал. Начал. Видите, нужно питание, ничего не работает пока. А вот тут? Что ж такое, а? What is this? Пока не будет по звучке? Окей. Ставите его здесь? Но ведь тогда вся затея теряет смысл. Вечность среди звезд. Помните? Люди в ковчеге не заметят разницы. Мы можем просто оставить его тут, и тогда не придется рисковать, запуская ковчег через сломанный 5-километровый ствол и 100 километров пыльной атмосферы. А оболочка выдержит давление? Ну, шансы не очень большие. Кэтрин, скажите что-нибудь. Мне все равно, что вы думаете. Я запускаю. Ну вот зачем вы так? Давайте подождем, пока и подумаем. Всегда успеем запустить. Нет, мы так не договаривались. Ковчег сделан, чтобы их спасти. Чтобы запустить его. Там есть надежда. А здесь только чертов террариум, в котором мы все и подохнем. Бросьте, Кэтрин. Я что, много прошу? Давайте просто подумаем, прежде чем рисковать единственной надеждой человечества на спасение. Нет, запускаем сегодня. Это мой проект. Мой ковчег. Уже не только ваш. Вы не понимаете? Это не вам решать. Мы говорим о судьбе человечества. Отойдите от ковчега. Я его забираю. Ну уж нет. Я не дам вам все испортить. Что происходит? Люди, успокойтесь. Отойдите от меня. Нет. Да вы что, охренели? Это случайно. Кэтрин, поговорите со мной. Кэтрин. Боже мой. Кэтрин. Вы что-то сказали? Это вы. Несчастный случай. Вы о чем? А, вы Кэтрин. Да, вот она. Не волнуйтесь, так даже лучше. Вот такая Кэтрин. Нашли мы, ребята, Кэтрин-то. Ну как бы, живую, в принципе. Ты же, наверное, не живая. Но вот именно ее тело мы нашли, ребята. Той самой нашей Кэтрин. Так, ну что же, ребята. Мы даже найти снова теперь аккумулятор. Как она умерла? Вы начали спорить с коллегами. Они не хотели рисковать и запускать ковчег. Думали, что он не пройдет атмосферу. Они убили меня? Я уверен, что неумышленные. Просто пытались не дать вам провести запуск. Вот так. Да как они могли? Кэтрин. Я знаю, что меня нелегко любить, но я думала, они мне верили. Перестаньте. Не надо так. Не надо так. А вот так надо. Заработало. Питание, как говорится, подключено. И можно уже вот запускать этот самый ковчег-то, ребята. А у вас были друзья в Торонто, Саймон? Настоящие друзья? Было несколько. Джесси, Шон, Кевин. Я всегда хотела иметь друга. Настоящего. Того, с кем можно не сдерживаться. Я буду вашим другом. Ай, дружбой и жалости? И еще лучше. А здесь что лучше? Горус обнаружен. Как вы думаете, ковчег пройдет через атмосферу в космос? Да это уже не особо важно. Надо просто попробовать. Если сгорим, так сгорим. Это все? Я не очень знакома с разного рода орудиями. А, вот. Все системы готовы. Начинаем. Вернитесь, и мы пойдем к орудию. Вернитесь и пойдем к орудию. Тут, видите, ребята, если вы поняли, тут было просто несколько, две фразы как бы вместе. Про одна обычно началась договорение. Потом уже связано именно с этим нажатием. То бишь, та фраза была не договорена. Вот. Ну, ничего. В общем-то, мы загрузили, ребята, ковчег. Он туда поехал в снаряд. Ой, то есть... Поехал в пушку. Да, нужен как бы снаряд с ковчегом. А мы должны вернуться, само собой, к Кэтрин, чтобы ее забрать. С этим НИО-инструментом. Секундочку. Это здесь. Фонарик постоянно выключается. Потрясающе. То есть, он как бы гаснет, гаснет, гаснет. Работает где-то, может быть, секунд 20. А потом все выключается. Что такое? И потом как-то снова включается. Что теперь? Теперь надо ставить снаряд в пушку, а потом... Бабах! Вы ничего не забыли? Как мы с вами попадем на ковчег, разве? Не нужно нас просканировать. О, не беспокойтесь. Космическая пушка Омега управляется не голыми руками. Выходит, тут место пилота? Как на Омикроне? Да, и мы можем с его помощью переместить вас на ковчег, управляя пушкой. Сразу двух зайцев. А сейчас возьмите Омни-инструмент и подключите его рядом с сиденьем, а я скажу, что делать. Только не ругайся. Только не ругайся. Так, отлично, взяли. Вот, ну что же, давайте вот уже, куда же тут нужно? По-моему, вот туда. Именно в стартовый купол. Стартовый купол. Мы поехали. Закрывается, ребята. Закрывается и заполняется водой. Смотрите, мы это видим. Отличные лампочки вращаются. Очень потрясающе, что все сделано, ребята. И звуки, опять-таки, почерпнул. И изображение тоже будет прикольно. В принципе, вот все. Водичка. И вот, ребята, та самая пушка, если что. Отличная музыка. Это очень атмосферная, ребята, представляете? А представляете, если прямо-таки в данный момент кто-то вот такие вещи уже разрабатывает. И может, уже даже сделал. Но мы об этом пока еще ничего не знаем. Вот это будет ситуация. Так. А что вот там? Можешь и пойти рассмотреть поближе. А ту самую пушку. Здорово. Тут тоже ничего любопытного, поехали. К такому не привыкнуть. Так вам уже имя надо будет, когда все закончится. Точно. Садитесь. Садитесь? Конечно, что не дождусь. Так, сейчас я включу сидение. Вы будете управлять машинами, загрузите снаряд в асте. Как управлять этой штукой? Не знаю, я не пробовала. Но все знают, что это просто, так что проблемой быть не должно. Дело встать. Дело встать, ребятки. Так, ну что же, вот мы видим. Вот именно эту надо загрузить. Зажимаем кнопочку левую. Взяли, отпустили кнопочку. Потом направляем центр вот сюда. И тоже зажимаем. И все нормально. Снаряд, как говорится... Начинаем. Начинаем, когда загружен. Ковчег. Ладно, я готова, жду вас. Жмите кнопку, и мы отправляемся. Но нам надо перенести наш разум на Ковчег. И еще надо, чтобы он обязательно запустился. Так что я вывела все на одну кнопку. Нажимайте ее, и мы полетим. Угу, здесь можно нажать. Тут уже делать нечего. Только нажать. Подождем. Мы думаем. Чего вы ждете? Так, собираюсь с духом. Как соберетесь, жмите кнопку. Жмите кнопку. Давайте нажмем, хорошо. Мы начинаем, назад пути нет. Спасибо. Да, не стоит. Вы совершили невероятность. Знаете, что я вам очень признательна. Осталось 20 секунд. Чего так долго грузит? Подождите, декорство. Я думал, в будущем грузится будет быстрее. Декорство. Декорство. Где Кэтрин? Кэтрин загрузилась. 8. 7. 6. Вы не боитесь? 5. 4. 3. Слушай, крутись! 2. Да! Заживись! Получилось! Получилось? Да! Все готово. Я еще тут. Я еще тут. Кэтрин! Кэтрин! Я здесь. Какого черта? Что пошло не так? Все нормально. Они там, среди звезд. А мы тут. Нет, мы же садились на ковчег. Я видел. Он закончил загружаться прямо перед стартом. Да, я видел. Так почему мы здесь? Саймон! Я вам сто раз уже говорила, как это работает, а вы не слушаете. Вы знаете, почему мы здесь. Нас не перенесли на ковчег, а скопировали. Игра с судьбой проиграна. Вами и мной. Как и с Саймоном на омикроне. Как и тем, кто умер в Торонто сто лет назад. Нет, нет, что вы несете. Мы такой путь проделали. Мы запустили ковчег. Понимаю. Мало радости. Но зато наши копии там. Кэтрин и Саймон сейчас на ковчеге. Порадуйтесь за них. Вы спятили? Мы тут подогнем. А эти сволочи будут жить себе в космосе. Это не мы. Они не мы. Мне жаль, что вы так думаете, Саймон. А я горжусь тем, что мы сделали. Мы сохранили частичку истории человечества протяженностью в тысячи лет. Далее жить дальше. Нет, нет, нет. В жопу твою ж нахрен, сука. Да пошла ты, Кэтрин. Ты врала. А я тебе верил. Я слушал тебя. Ты сказала, мы попадем на ковчег. Мы и есть на ковчеге, идиот. Я не врала. Я не могу отвечать за вашу тупость. Вы тут вас влюблены. Вот так, видите, ребята. Судя по всему, давление расплющило. Прошу, не бросайте меня. Кэтрин? Кэтрин? Вот так, ребята. Вот такое, как мы жили, завершение данного товарища Саймона. Мы сумели запустить ковчег. Ну, опять-таки, себя скопировали. Наш это Саймон не понял, как это делается. Само-свою, расстроился. Но уже, как говорится, ничего обратно не вернешь, ребята. Но это еще, ребята, не все. Ничего будет после словили. Ну, где озвучка, мужик? Ты издеваешься? Это сработало? Сработало, мужик, возможно. Само-свою, у нас здесь никакого фонарика же нет уже. Вот, видите, мы же видели, что уже... Руки-то человеческие. А не еще какие-либо. Вот давайте выйдем, поглядим, где же мы тут ощутились. Мы помним, ребята, что мы там проверяли, какую симуляцию. Помните, там речка, лес, еще что-то. Вот, видите, выходим. Вот это, неужели все получилось, мужики? Видите, как-то текстура-то, что-то. Кое-что, может быть, недоработано немножечко. В этом ковчеге симуляции. Так, или иначе, ребята, смотрите, смотрите, лесочек, речка та самая. Солнышко светит. Хотя мы, по-моему, выставляли луну, вроде бы. А может и солнце, что не помню точно. Не, блин, все-таки солнце, кажется. А может и луну. Ну, в общем, вот. Все прям очень здорово здесь. Побродить, походить. Полюбоваться видами. Мне же спокойно пойти дальше по дорожке. Так, что такое? Смотри-ка, видишь? Классификационный опрос версия 03. Здравствуйте. Если вы читаете это сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного опроса – помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие и получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Протим вас перейти непосредственно к этому самому опросу. Кстати, я вообще даже не забезу, пробежал дальше. Ну, так просто как-то, видите, музыка, теряется момент сам, по-моему, что-то все читать, еще что-то, в общем. Ну, в принципе, нормально, что, видите, как вы описали бы свое физическое состояние, чувствуя себя нормально. Либо в воодушевлении я стал лучше, неестественно, ненастоящим человеком. В общем, нормально, нормально. Все нормально, у нас ребята. Все нормально, психологическое состояние, нормально. Так, ощущения, нормальные, как ожидалось. Вот так, что дальше, отношение к новому состоянию. Оно мне нравится. Так, 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 являйтесь человеком в строго смысле слова. Больше не являйтесь человеком в строго смысле слова. Нет, все хорошо, все нормально. Своё новое существование, как прямое продолжение предыдущего. По-моему, там тоже какой-то вопрос, еще там мы проходили, там кожа, по-моему, тоже попросит. А давайте вот так ответим, например. Хотя, в принципе, неважно, да, поехали дальше. Сиди опросики, еще что-то. Полноценный, доставленный того, чтобы ее прожить. Да, как моя предыдущая жизнь. Отлично. Верно ли, чтобы... Выпускали предоплощение выйти из проекта и принять... Ну, такие же прям были вопросы, можно же отвечать же, мужики, уважаемые. Такие же прям вопросы. Все. Поехали. Благодарим, все, можно выйти. Не будет уже как выход. Так, выйдем. Все, поехали. Немножко прервались на такой вот момент. Так или иначе, мы в этом ковчеге все видим, все вроде как натурально. Прямо у нас есть руки, ноги, можно потрогать всякую траву, там птички поют, чебечут. Солнце светит, травка зеленеет, как говорится. И кто-то к нам, возможно, летит. Или мы летим, ребята, прямо вот в гости. Да, вот видите, Кэтрин. Летим прямо в гости к Кэтрин. Кэтрин? Кэтрин, видите, она обернулась. Саймон. Глазам не верю, у нас получилось. Но мы смогли. Прямо гора сплящ. На самом деле мы... Все хорошо, Саймон. Теперь все хорошо. Все хорошо. То есть, возможно, этот Саймон тоже не знал, не понял, что тот-то там остался, другой. Мы смогли. Видите, ребята, что на самом деле происходит? Вот мы и летим в этом ковчеге. Мы только пришли спутники. А вот что с землей. Напомню еще раз, что упала комета на землю. А наш товарищ Саймон вместе с Кэтринком, ее образы, улетели в далекие края. Ну, при этом наш разум. Наш разум. Все наше, в принципе, там еще. Самое, можно сказать, главное. Правильно, ребята? Вот такая, ребята, концовочка. Очень даже. Ну, чтобы спасли, спасли остатки человечества. И они уже будут там жить. В этом космосе. Может, как-то потом разобьются во что-то более... Уже там построят какой-нибудь мир. Электронный. И все будет, ребята, потрясающе. Ну что, ребята, вот именно на этом моменте давайте закончим... Закончим приключение в этой замечательной игре под названием Сома. Всем, ребят, большое спасибо еще всем-всем, кто помогал за время этого прохождения донатом. Не забывайте про ваш лайк под видео, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока и всем всего хорошего.